Всем доброе утро, ребята! Несмотря на то, что телевидение явно проигрывает интернету, тем не менее, желающих попасть на ТВ-передачу остается не меньше. И для тех людей, которые хотят засветиться на телеэкране, да, телеиндустрия предоставляет такую возможность, как, в общем-то, записаться на телепроект, такое, какое-нибудь ток-шоу там, либо сняться так называемые массовки. В общем-то, мы решили на собственном опыте убедиться, что это такое, проверить, как это работает. В общем-то, это, конечно, сомнительный путь к славе, но, тем не менее, это остается востребовано на данное время. И многие записываются и приезжают. Попробуем попасть туда, в общем-то, и посмотреть, что из этого выйдет. Смотрите дальше, ребята! Так, вот мы идем, короче, в Останкино, на ТВ-центр. Нам надо попасть в одну из студий. Павильон, по-моему, 75. Там будет проходить телепроект. Давай поженимся. Вот, немножко опаздываем. Поэтому с бухты барак, что называется, получается у нас. Так что вот такая милостивая телеиндустрия оставила несколько лазеек, черных ходов на пути к славе. Сомнительных, возможно, тупиковых, но, тем не менее, востребованных. Засветиться можно также на экране, можно сказать среди публики, ток-шоу, перекричав остальных. Есть хорошие шансы показать себя, проработав третьим статистам слева в массовке кино или сериале. В общем-то, вот так вот и идем. Вот тут разнообразные бригадиры встречают своих людей. Вот, как-то так. Вот, видимо, тут огромная такая толпа людей собралась, да? Что вот людей толкает вот для снятия разнообразных проектов? Толпа людей огромная. Вот, возможность свободного графика. Так, что, Юляшка, тебя толкает на снятие массовки? Скажи нам, пожалуйста. Интерес. Интерес творческий какой-то, да? Нет. А, что? Дополнительный заработок. Как дополнительный заработок чисто, да? Ты-то как потеряла постоянную работу, ты считаешь, это как бы есть выход, да? Или возможность такого свободного графика как бы получить? То есть, сегодня захотела пойти, завтра не захотела, да? Да. Угу. Очень интересно. Вот, Юляшка в ожидании. Будущая телезвезда проекта. Давай поженимся. Так, ну вот, в общем-то, мы здесь стоим сейчас в ожидании. Еще где-то, сказали, минут 15-20. Проходит пока центральное телевидение. Потом мы пройдем. Это будет у нас... Давай поженимся на проект. Но гарантии 100% никто не даст, что вы попадете на проект, на данные, допустим, да? А свои люди есть везде, в любом месте. Никуда от этого не денешься. Так что, можно понять, конечно, бригадира, потому что надеяться на то, что, допустим, придут все 50 человек, которых он отбирал, это вряд ли. Поэтому они всегда записывают гораздо больше людей. Потому что из 50 человек может прийти только 30. И, естественно, кому захочется получать втык от начальства. Так что это считается здесь нормальным. Если вы сходите первый раз, не факт, что вы туда попадете. Многие п***ки приходят, и, как говорится, не сова нахолебавшие отсюда уходят. Но, может быть, в следующем проекте они уже будут попадать. Ну, как вид подработки, это рассматривать можно. Но как постоянная заработка, так вряд ли. Термокружка 432 рубля. Ну, подзаработать можно вот здесь, как бы, если на съемках телебередач приезжать сюда, да? В качестве гостей, вот на какой-нибудь ток-шоу. И в качестве зрителей в зале. Здесь платят, конечно, немножко, но где-то рублей, наверное, от 450, где-то до 700. Но реже предлагают большие суммы. Надеюсь, мы туда попадем. Или это уже получили. Заход в 10.30. Заход в 10.30. Стоим мы уже 30 минут где-то. Народу немножко поменьше стало. Это работает. Разные проекты. Мы продвигаемся все потихонечком. Мы свои билеты получили. Покажи. У вас все равно цемляк на этот. А ты куда сводил? Давай поженимся. А у меня в паспорте должен был. Проверь, он точно в паспорте? Сто процентов. Там что-то точно лежало. Лет действительно не на одно лицо. А то вдруг она не положила. Взнос громоздких вещей запрещен. Громоздких вещей. Но, надеюсь, нет громоздких вещей. Проверь, пожалуйста. Да, все на месте. Правильно, ты настойчивая. Молодец. Я не люблю. Так держать. Я прихожу, мне надо добиться цели. Гарантия, гарантия. Гарантия, сто процентов. Видишь как? Круто. Собственно говоря, интересный сам проект, допустим. Но здесь денег много не заработаешь. На мелкие расходы, влезь, мусор. Просто провести время с удовольствием и подработать. Да, можно сказать так. Развлечение своего рода такое. Конечно, как основной источник запрещения. Это вряд ли можно рассматривать. Скорее как подработочка небольшая. Говорить громко не буду. Народу много. Короче, народ, нас сюда не пустили. Поскольку, типа, с камерами строго запрещено. В общем-то, нас попросили отсюда выйти. Ладненько, все, уходим. Что-то расстроилось? Да ладно, что-то, что-нибудь делать с хорошим. Я уже пора объясняю. Что происходит в студии? Мы так и туда не попали. Ну, в общем-то, в интернете нашел такой-то интересный эпизод. Высмеивание зрителей, видеооператором, у которого ума оповато, судя по всему. Вот они там сидят, вот там свою камеру наблюдают. И перископик показывает, короче, вот такие вот здесь собрались люди. В общем-то, дебоиды и так далее и тому подобное. Посмотрите, какие у нас лапочки ходят. Этого прозвали... Как его прозвали? Борман? Кого? Или Геринг? Привет! Кто там? Да, привет! Как он смеется! Кто там? Кто смеется? Это чувак-то, твой. Привет-привет! У нас с Витей веселый зритель. Так, у нас есть... Где у нас есть сегодня эльф? Нет эльфа? Вот у нас душно вступает. А, вот он эльф. Смотрите. Смотри, это у нас эльф. Сейчас фокус возьму. Похож на эльфа, смотрите. Из этой... Из... Полосатым. Похож на эльфа? Вообще, уши, видите, как у эльфа. Он у нас, называем его эльфом. Да, у нас одни и те же тут сидят. Практически. Мы их уже знаем. Каждый... Как не похож? Ну, сейчас он повернется. Как не похож? Ты, скажешь, похож на эльфа? Я еще не знаю. Массовка, да, одна и та же. Вот. Можешь... Платят. Ты, не сколько платят? Кому? 350. 350. Сказочный персонаж. Это какой-то леший. Так. Сейчас посмотрим. Ладно, человек. Раньше у нас сходила семья наркоманов. Они все время спали. У меня... Про них есть даже видеоролики. Где-то я только не помню, где их выкладывал. Ладно, 3 минуты готовности. 3 минуты готовности, слышите? Тенгис, отверни камеру пока, а то я не могу это показать. Не, не, отсюда не надо поворачивать. Подожди. Юрешка, не расстраивайся. Пойдем пить кофе. Поехали. А блогеров не пустили на ТВ, бля? Ну, в общем, ребята, немножко, может быть, в какой-то степени мы даже и расстроились. Но туда нас не пустили. Все из-за того, что кто-то увидел то, что мы снимали возле центра вот этого Останкинского, да? Скажи, что пустили, но... Пустить-то пустили. Даже билеты взяли. Ну, там этот момент заснят, в принципе, у меня. Где мы там билеты держим в руках. И уже был готов проход. Но кто-то нас сдал. Говорят, что они из камеры тут что-то снимали. Я говорю, мы снимаем, говорит, чисто для своего блога. Говорю, никто не будет информацию распространять там куда-то дальше. Но, в общем-то, это не прокатила отмазка, да? Все равно нас оттуда попросили. Так что не повторяйте наших ошибок. И с камерой точно, наверное, сюда можно приходить. Ну, в виде, как в скрытой съемке такой, типа мобильного устройства. Ну, чтобы не так вот, как вот я. У меня там камера GoPro. Она тоже небольшая. Ну, просто я снимал еще на стадикаме. Поэтому это как-то видно было, наверное. Вот, кстати, вот там есть у нас телерадиосеть России. Можно туда еще пойти попробовать на кастинг. Спасибо. Спасибо. Еляшка уже все выдохлась, короче. Да, да, да. Еляшка расстроилась. Ну, это все фигня. Мы идем сейчас в ботанический сад. И я думаю, проведем неплохо времени. Пройдемся по парку. Посмотрим что-то там, да как. Вот. Что не делается к лучшему. Несколько бригадиров. Реально здесь заработать можно. Ну, деньги небольшие. Какие-то тут в основном небольшие деньги. Там рублей 300, 400, может быть 700 максимум, наверное, где-то, да? Ну, почему здесь 700 платили? Вот на этом проекте, давай поженимся, здесь должны были заплатить 700 рублей. Но, что еще я могу сказать? Не факт, что попадешь. Нам гарантировали. Не факт, да. Ну, предпочтение, предпочтение отдают все-таки. Нас записали, гарантировали. Но тут была замечена камера Андрея. Камера была замечена ранее. Это не здесь, она не в этот момент была. И эти же наши умняшки, вас и попросили выйти, забрали. Да, несмотря на то, что мы уже вроде проходили, даже металлоискатели все прошли. Да, вот это. Труник прошли уже фактически. Надо будет момент, кстати, заснять. Ну, просто на тот момент я немножко растерялся. Ну, очень попросили. И все уговоры, что информация никуда дальше не пойдет. Чисто для себя. Никакие уговоры не подействовали. Вот так вот. Вообще, все, кто хотят подработать, ну, приезжая на такие массовки, это не гарантированно, что вы попадете. Даже если вам гарантия обещается. Проводят своих людей. Вот, кто, ну, там, друзья, знакомые. Потом, кто постоянно появляется на экране. Вот. И потом уже от вашего упорства, естественно. Зависит все. Вот. То есть гарантия вот это не дает, что тебя там зарегистрировали, да? Все равно ты едешь, и уже на месте идет как бы отбор. Нет, тебе присваивают номер. Очень много людей из нашей компании остались вообще в стороне стоя. Этих очень много было. В основном это более взрослый возраст. Лучше, конечно, записываться именно по возрастному цензу, не идти на большую. Ну, то есть, если вам 50, а требует до 45, лучше, конечно, не рисковать. Да, потому что можете простоять полтора часа. Мы час стояли. И вас просто отошьют. Вот. Ну, тем не менее, вот мы на самом возрасте Останкинских прудов находимся. Место такое тоже хорошее. Тут летом очень красиво. Ну, ты как думаешь сама вообще? Попытка не пытка, все равно стоило бы попробовать, да? Хотелось посмотреть на этот процесс изнутри, ощутить эту всю атмосферу. Стигло того, что я хотела, меня пропустили, я получила билет. Вот. Ну, если бы не камера, которая нас подвела, все бы было хорошо, мы бы уже сидели на телепередаче. На данную телепередачу, вообще, в Останкино нужно брать еду, попить. Обязательно. Обязательно, да. Там буфет есть, но там цены ломовые, бешеные. Ну, есть, тем не менее, внизу, прям на первом этаже, можно кофеек попить. Да, кофейный аппарат, вот там нормальный, да, можно. Пока вы ожидаете. Ну, там разные, вы заходите, много бригадиров, много помощников. То куда? В первую очередь, конечно, берут молодых. Это в первую очередь. И вот знакомых, как я говорила уже. Не, ну, посмотри, сколько женщин было такого, предпенсионного возраста. И, смотрю, они с нами тоже в очереди стояли. Ну, потому что они пробивные, и они говорили молодые, это были знакомые люди, которые хоть и полные, ужасно полные, несоответствующие. Ну, их закидывают обычно... Не прошли в первую очередь. Их закидывают обычно на верхние ряды, их не видно. Поэтому там хоть, говорит, мужчина, который перед нами стоял вместе, он говорит, хоть на инвалидной коляске приезжайте, а все равно там видно не будет на камеру. Поэтому они для массовки на верхних рядах сидят, и их не видно. А вперед обычно сажают молодых, такие более симпатичных, как бы, да, которые типаж подходящий, более вот такой свежий, скажем так. Ну, все, вот такая красота, ребята, здесь. Останкинская башня. Останкинский пруд. А на этом наш маленький обзорчик заканчивается. Всем пока, до скорых встреч, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!